всем привет о чем сегодня я хотел говорить я уже даже и не очень помню наверное о рок-музыке точно о рок-музыке но перед этим я хочу поблагодарить всех кто оказал материальную поддержку этому каналу и сказать тем кто еще не оказалось что вы можете это сделать как каким образом это делается написано прямо под каждым роликом ну хотелось бы на этом закончить но я не буду я не буду потому что я люблю рок-музыку и не просто рок-музыку музыку вообще люблю вообще хорошую музыку и мне хочется делиться не знаниями даже своими восторгами рекомендациями и и не наставлять кого-то на путь истинный потому что я самого не знаю и не еда просто приносить людям радость удовольствие мне приятно когда кому-то от моих речей становится хорошо ну путем прослушивания пластинок которые показываю здесь на экранах ваших телефонов или там мониторов компьютеров вот например одна из моих самых любимых групп про колхар у меня в одном из роликов говорил что если речь заходится так называемым прогрессивном уроке термин который я терпеть не могу но тем не менее вот это условное деление да то из английских групп наверное две самых моих любимых это муди блюз и про колхару если говорить об этом сегменте условно говоря серьезной музыки хотя какая она серьезная просто хорошая музыка salty dog и salty dog точнее третий альбом про колхару который в пор моей юности страшно все любили страшно любили на толчке он стоил дороже любого другого про колхар ума и все горишь это лучшее вообще это супер может быть из-за того что название такое легко воспринимаемая salty dog сразу куча ассоциации там возникает salty dog типа там верный друг путь соли съели вместе масса масса всяких толкований этого название этой фразы было морской волк там все такое прочее ну красиво да красиво все красиво здесь изображен кстати кейт рейд автор текстов песен про колхару с бородой как и карл маркс между прочим которого мы привыкли все видеть бородатым а он вообще ходил без бороды карл маркс он был красивый здоровый мужик бритый элегантный отлично одевающийся а бороду он отрастил как-то он болел там чем-то лежал он не брился и отрастил бороду и с тех пор так и пошел карл маркс с бородой ну вот то же самое можно сказать о кейте рейди здесь он бородатый нарисован а на самом деле был такой студентик с виду так вот третий альбом первые две пластинки у прокол хором были шикарны просто шикарно про вторую я уже рассказывал посмотрите в плейлистах там есть небольшой ролик про второй альбом прокол хором до первого я еще не дошел в описании хотя на полках все хором стоят в силу того что я повторюсь любимая моя группа из серьезной музыки серьезней чем rolling stones все равно никто ничего не играл но условно говоря пусть будет так так вот эта пластинка была в топе что называется у советских меломанов хотя я могу сказать что она у меня и тогда вызвало странное ощущение да я сразу оговорюсь вот я буду говорить что это там не самый лучший альбом прокол хором да при этом все время повторять что это моя любимая группа как сказал один человек даже самый плохой секс это все равно очень хороший секс поэтому даже на мой взгляд слабый альбом прокол хором все равно очень хороший альбом прокол хором ну просто сравнительно с другими вот у меня он еще тогда вызывал какие-то смешанные чувства думаю что же такое что же так все тащатся от него что же так все торчат нет я понимаю оркестры я понимаю вот этот пафос я понимаю вот эту вселенскую печаль и такое умничание такие оля иоганн себастиан бах такие тяжеловесные фуги да ну на тот момент времени это было нового и непривычно и интересно и затягивало хотя я никоим образом не умоляю качество музыки которая здесь записана третий альбом группа была уже на коне что называется после первых двух пластинок а первые две они были такие не то что суетные а какие-то такие очень уж экспериментальные и по музыкальной части собственно по композиторской и по использованию всяких посторонних звуков каких-то уходов в психоделию английскую которая отличается от американской и они очень такие странные сложные дико интересно они мне безумно нравятся но не говоря уже о том что первый хит прокол хором white a shade of pale это одна из величайших песен двадцатого века что тут скажешь это факт вот а к третьему альбома они подошли уже состоявшийся рок-группы уже были большие гастроли уже были деньги какие-никакие пригласили их даже на фестиваль в уц таки куда они не попали по досадной случайности и робин трава гитарист потом говорил что вот эта случайность она испортила нам всю карьеру потому что если бы мы оказались на вудстоке мы бы конечно были группой номер один наверное английской а так они не стали группой номер один но они остались в пантеоне извините за выражение самых значимых групп англии в разделе этот самый умный урок записывали пластинку на студии и май в лондоне уже был бюджет уже были наняты оркестры много всего было сделано гарри брукер играет на фортепиано челесте трехструнной гитаре колоколах гармоники и деревянных различных инструментов или инструментах и поет естественно мэтью фишер орган вокал маримба акустическая гитара фортепиано рекордер и ритм-гитара дэвид найтс бас-гитара барри вилсон ударные конга и табло робин трава лид-гитара вокал акустическая гитара и тамбурин прекрасный состав мощнейшая музыка из алти дак первая вещь с оркестром с шумом моря просто вот тебе симфонический рок в лучшем его проявлении если спросите что такое симфонический рок вот он салти дак первая песня очень красивая мелодия отсылки классики по построению песни и просто вот-вот симфония симфония здравствуй филармония до мелков human kindness следующий номер вступает уже робин трава несмотря на то что пьеса тоже такая тяжеловесная 7 от квази симфоническая серьезная правда без оркестра здесь too much between us третий номер написал его робин трава что странно от песня такая печальная акустическая и достаточно простенькая такая немножко я бы сказал унылая об унылости я скажу следующее что пятая песня на первой стороне боридом называется что в переводе означает скука если правильно понимаю так вот первая сторона пластинки салти дак что в те времена что сейчас у меня вся ассоциируется именно с этим словом скука ну такая непротивная скука хорошая такая скука потому что ну очень все музыкально очень все красиво оркестр прекрасные гармонии такие классические которые вроде как ты уже где-то когда-то слышал когда мама слушала пластинки классической музыки а ты был маленьким совсем или по радио когда что-то передавали из той же самой филармонии и все это конечно отложилось и все это мило замечательно прекрасно но как-то немножко бородом да ну я не упрямую песню the devil came from kansas которая немножко разбодяживает вот эту вот вселенскую тоску но она тоже знаете ли такая и хочется чего-то поживее как-то это все-таки рок-группа в конце концов или что мы слушаем но все красиво все красиво все очень здорово бредом кстати последняя песня про тоску про скуку она не тоскливая единственная на первой стороне написал и мэтью фишер и поет он же и она такая немножко веселенькая но вторая сторона искупает все она искупает все сразу и сразу принимаешь первую сторону альбома понимаешь что так и надо так и хорошо так и здорово juicy john pink композиция робина трауэра с адской гитарой он играет он играет немного но так здорово его фразы там из четырех нот из трех четырех нот и вот такие фразочки когда их слышишь понимаешь что это гениальный гитарист это гениальный электрический гитарист что он и доказал потом выпустив масса сольных альбомов которые у меня есть я их покажу пара про них про каждый из них поговорю потому что это фантастический музыкант и сравните его могу только с джимми хендриксом разница между ними только в том что рубин трава белый англичанин джимми хендрикс черный американец больше все другой разницы я не вижу реконде хэсперос произведение мэтью фишера который к сожалению большому ушел из группы прокл хором после этого альбома клавишник певец композитор и продюсер он же продюсировал эту пластинку с замечательным голосом очень красивая песня с симфоническим оркестром достаточно тонко тонко аранжированным музыка все симфонического оркестра тонко аранжирована не лезет не душит не давит очень музыкальная штука невероятной красоты наверное на мой на мой вкус наверное это лучшая песня на этом альбоме река в день хэсперос если я я неправильно произношу но тем не менее очень красивая но гарри брукер в следующем номере прислал ответку all this and more музыка гарри брукера слова кейта рейда естественно это же с оркестром как врезал как дал но здесь оркестр тяжелый с духовыми впереди если у фишера струнная группа идет здесь духовые как в ламиле просто вагнер такой пошел но но красиво вообще гарри брукер некрасивых мелодий не писал никогда у него все очень хорошо все здорово печально но у него манера пения она не веселая у него таких вот как как у пола маккартни у них таких не бывало песен никогда у него все по-мужски солидно и достаточно печально но очень здорово замечательный певец и если я не ошибаюсь его приглашали даже в группу blood sweet and tears в свое время попить он отказался а вот следующий номер crucifixion lane робин трава во всей своей красе блюз красивый с лирической частью с активной острой частью громкой с гитарными соло короткими лаконичными очень тут трава вот работ это вот все вот это вот мне не это самое это это нам не надо точно все изумительная вибрато у него звукоизвлечения уже тогда было его фирменной фирменная фишка просто звук трава это все отдельная история и все его сольные альбомы как я уже и говорил они на этом в купаешься в его звуки просто гитарному то фантастический музыкант и если я не ошибаюсь роберт фриб даже с ним беседовал на тему гитарного звука как трава добивается такого звука путем каких примочек каких приемов пальцевых в общем потрясающий блюз и трава здесь и поет единственная песня где поет сам роберт трава жестким бритвенным таким голосом но точно и здорово и pilgrims progress последняя вещь тоже мэтью фишера но уже самое лирическое но но она громкая плотная играет группа же характерно было тем что гарри брукер играл на фортепиано мэтью фишер одновременно с ним на органе два клавишника были синхронно всех почти синхронно работающих и здесь во всей красе в пилгерms progress мэтью фишер поет своим проникновенным таким немножко немножко придушенным но очень красивым голосом красивым тембром очень хорошая песня очень жалко что мэтью фишер покинул этот коллектив но прокол хорум остался целый невредим после ухода фишера и записался много пластинок о которых мы поговорим непременно следующий раз а пока я пошел пить и